Всем добрый день! Приветствую вас на моем канале! Сегодня мы будем готовить необычный вариант закуски из селедки. Это будет такой вот рулетик. Начинку я вам предлагаю сегодня, можно сказать, простейшую и бюджетную, но это может быть любой вариант начинки, который вы хотите. Можете поэкспериментировать с этим рецептом и приготовить начинку ту, которая вам нравится. Рецепт очень простой, единственная сложность в том, что нужно филетировать селедку и удалить все косточки. Итак, для этого рецепта нам потребуется селедка, у меня здесь 2 штуки, я их уже разделила на филешки и удалила кости. Для начинки потребуется 1 луковица, 1 небольшая морковка, 3 яйца, плавленый сырок или твердый сыр. У меня здесь 2 сырка и вместе 200 грамм. Майонез, черный молотый перец, соль по вкусу и любая зелень. У меня это будет петрушка. Так как селедку я уже подготовила, удалила кости и филетировала ее, то приступаем к приготовлению начинки. Прямо в миску натираем на маленькой терке плавленые сырки. Для того, чтобы сырки проще было натирать, их можно подморозить в морозилке минут 20. Сюда же в миску натираем куриные яйца, которые нужно сварить вкрутую. Морковь и лук нужно мелко нарезать. Теперь переходим к селедке. Вот тут вот со спинки, немножко с животика нужно срезать тонкий слой мяса. Мелко этот кусочек мяса нарезать и тоже добавить в начинку. Теперь сюда в начинку добавляем черный молотый перец по вкусу. Соль я советую добавлять в конце, когда вы уже все перемешаете, попробуете. Если нужно, досолите. И майонез. Майонеза много не нужно. Нужно столько просто, чтобы сделать эту массу более вязкой, чтобы с нее можно было что-то слепить. То есть не нужно заправлять очень много, как салат. Добавляйте по столовой ложке. Добавили, перемешали. Если нужно еще, добавьте еще чуть-чуть. Так как у нас в начинке есть еще и плавленые сырки, они тоже достаточно такие вязкие, то поэтому и не нужно много майонеза, потому что сырки тоже будут скреплять нашу начинку. Вот такая вот получается начинка. Я добавила одну столовую ложку майонеза и больше добавлять не буду. Солить тоже не буду, я попробовала мне на соль в принципе нормально. Теперь берем пищевую пленку, выкладываем одну филешку. На нее выкладываем половину начинки. Постарайтесь равномерно распределить по селедке начинку. Сгладить ее можно будет мокрой ложкой. Теперь берем вторую филешку. Если вы помните, то здесь у нас хвостик, а здесь голова. Вторую филешку мы кладем наоборот, сюда головой, там где была голова, а туда хвостиком. И плотно прижимаем. И постарайтесь как можно плотнее завернуть в пищевую пленку. Во время заворачивания придаем такую более круглую, более аккуратную форму. Вот такой вот рулетик получается. Сейчас я точно так же заверну второй рулет. Теперь вот эти рулеты отправляем в холодильник минимум на 4 часа. Можно и на ночь, ничего страшного, если вы оставите на дольше. Но 4 часа это минимум. И перед нарезкой, если вдруг у вас рулет получился не слишком плотным, допустим, перебавили майонеза или еще что-то пошло не так, то перед нарезкой можно минут на 15 положить в морозилку. И тогда рулет легко нарежется на тонкие красивые ломтики. Но я еще посмотрю, как у меня все получится. Очень часто в этот рулет в начинку добавляют еще сливочное масло. Конечно, сливочное масло добавляет плотности рулету, и его легко, потом красиво можно нарезать. Но это и делает же начинку более жирной. И лично я как-то вот не приемлю сливочное масло в таких вот блюдах, в салатах, в мимозе и прочих. Но если вы любите, то добавьте, это сделает ваш рулет по консистенции только лучше. Рулеты у меня уже полежали некоторое время в холодильнике. Вот они уже немного уплотнились. В этот раз я решила не класть их в морозилку перед нарезкой. Хочу попробовать так. Распаковываем и нарезаем ломтиками толщиной примерно 1,5 см. Вот такой вот получается рулетик. Конечно же, его удобнее нарезать после того, как он полежит в морозилке. Но я советую вам все-таки постараться обойтись без нее. Потому что если рулет нарезается плохо, допустим, без морозилки, а после морозилки нарезается хорошо, то представьте себе, как вы будете его кушать. Если его нельзя будет взять вот так вот в руки, а если поставить такую закуску гостям, то как они будут ее кушать? Поэтому я советую делать без замораживания. И нарезать, постараться нарезать без предварительной заморозки. А вообще закуска получается очень вкусная. Для праздничного стола вот то, что доктор прописал. Огромное спасибо вам за то, что посмотрели. Делитесь этим видео в своих соцсетях. Буду за это вам очень-очень благодарна. Удачи вам и до новых встреч. Пока-пока!